Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Александра. Проинтересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Александра, и тело Александра находит все. А у него гуманоид с конструкцией. Агрессирует? Нет. Она объясняет, что энергии он увидел потоком, если его лились, неконтролируемые. Энергия радости. Что значит неконтролируемые? Как он должен контролировать свои потоки радости? Как себе этот гуманоид представлять? Он должен стать гуманоидом, исходить как ты, с отмороженным лицом. Защищать свои энергии, думать о них, представлять их. А здесь хаотичные энергии, сочные, в контроле. Понятно. И ты считаешь, что ты имеешь право забирать эти энергии, которые, на твой взгляд, являются бесконтрольными, да? Ну, пользоваться. Не знаю. Не знаю, главное, честно тебе скажу. Как долго ты находишься в его биополе, во-первых? Две недели. Как ты зашел в его биополе? Нелегко было зайти. Он тебе давал разрешение? Шел за энергиями. Он тебе давал разрешение, или ты против его воли вошел в его биополе? Он не понял. Он не понял. А я понял, что ты вошел обманом. Мысленный запрос я сделал. В улице он показывает двор. Шел за ним. Телепатически бросал им мысли. И как он мог от тебя защититься от этих бросков телепатических твоих? Осознанность. Понятно. Хорошо. Ты хочешь сказать, что человек вообще над собой не работает, да? Не заправляется энергиями? Он не думает о них. Так, что ты оставил в его биополе? Эту конструкцию? Да. На что она настроена? На отсос какой энергии? Или ты что-то транслировал ему? Эта конструкция похожа на кресло, в котором он сидит. Так, давай тогда выходи. Тебе выходить в принципе не надо. Ты можешь из клетки отключить всю свою конструкцию. Она выходит. Отключай ее полностью. У него такое... Как сказать? Гуманоиды, я имею в виду. У него такое чувство. То есть он показывает, как он это видит со своей стороны. Да. Человеку дали инструмент, который он не пользуется абсолютно. Но у него много других мыслей. Материальных. И плюс, да, материальных. Я считал, да. Материальных в том плане, что в будущем как он будет дальше продолжать свою деятельность. А он не задумывается над тем, что его переключают куда-то на другую деятельность. И в первую очередь на свое здоровье. У него мало мыслей об этом. Почему, зачем ищет ответ извне. Понятно. И извне кто приходит? Гуманоид Сириуса, правильно? Со своим креслом. Со своим креслом. Хорошо. Чтобы удобнее было поглощать эти энергии. Понятно. Хорошо. Александр, вы слышите эту ситуацию сейчас. Вы присутствуете. Вы видите гуманоида. Вы видите, как он вам объясняет причину своей подключки. Если вы не пользуетесь своими энергиями, он считает, что они выброшены. Их выброшены. И они никому не нужны. Значит, он их забирает. По таким средствам. Задумайтесь, пожалуйста. Потому что у вас просто других вариантов нет. Если вы будете думать только о материальном, а не о развитии своей души. О наполнении энергии. О том, как дальше развивать свою душу. Каким путем идти. Значит, вы не поняли просто первый сеанс. Когда мы с вас вытащили кучу интерферентов. Второй зашел в течение двух недель. Это значит, что после этого вы ничего не сделали для своего развития. Это очень печально. Я вам очень рекомендую еще раз прослушать этот сеанс. Или многие другие наши сеансы. У нас есть обучающие видео. Заполнение энергии. Выставление защиты. Все это присутствует. У нас на канале. Если вам интересно, вы могли бы это найти. Хорошо. Так. Он все вытащил, Ира? Да, он забрал кресло. Давай, выстраивай каналы сейчас к гуманоиду и этому креслу, к Александру. Один, два, три. Реверсом отдаю всю негативную темную патогенную энергию. Один, два, три. Пошла негативная энергия, которая пришла от гуманоида. И этого кресла. Он у него забирал все радужные энергии. А взамен отдавал. Заполнять чем-то надо было. Своей энергией он не отдавал. Он отдавал негатив серый. Серый негатив. Забирал радужную энергию. Вот так это все работает, Александр, к сожалению. Готов. Вы читали манифест. В манифесте стояли такие слова. Я беру ответственность за свою жизнь. Я не знаю, какую вы ответственность взяли в своей жизни, кроме материальной. Вы не взяли никакой ответственности за свою жизнь на духовном плане. Соответственно, это они видят. У вас нет этого сильного намерения что-то в себе изменить и поработать над собой. Мы вам это очень рекомендуем. Хорошо. И на счет три. Выстраивай каналы. Еще раз по одному каналу. Креслу и к гуманоиду. И реверсом забирая всю чистую, светлую, божественную энергию. Пошли потоки. Усилив их в сто раз. Радость и покой возвращаются. Радость и покой теряет Александр, если он не развивается над собой. Можно и так сказать. Извне ничего не придет, Александр, кроме проблем. Все находится уже внутри. И вам надо найти свой стержень. Внутри себя. Почувствовать свои родные энергии. А это означает работать над собой. Скажешь, когда реверс закончится, Верочка? Закончился. Отлично. Подхожу к Александру. Кладу руки на плечи. Помогаю ему своей энергией. Сделать импульс. Высокое вибрационное шоковое удара. И сжечь все каналы гуманоиду его кресла. Один, два, три. Удар. Отлетает каналы. Открывается портал в галактическое ядро. И каналы уходят на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Хорошо. Так. Я не знаю. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, я приветствую тебя. У меня, в принципе, нет вопросов. Я просто хотел формально тебе эту ситуацию показать. Мне кажется, человек допустил какую-то ошибку на своем уровне. И этот зашел просто на свои энергии гуманоид. Посмотри, пожалуйста. Я был намерен его отпускать. Если ничего против него нет. Она говорит, что человек, который попал в эту комнату диагностики, должен или дальше развиваться, узнав, кто он. Если этого не происходит, он как градусник, можно сказать, показывает. От нуля выше минус и плюс. То есть, если он раньше не знал, он был на уровне ноль. Когда он узнал, кто он, и не развивается, для него он вроде как продолжает оставаться на нуле, но на духовном плане он падает в минус, потому что ты не можешь отрицать, кто он. И у него есть инструмент, как развиваться и что делать. И все, что ему нужно, это пользоваться, этот инструмент, представлять и давать силу своим энергиям. И в один момент он встанет опять на ноль. Но у него будет уверенность уже внутри. И он начнет свой путь вверх, но у него уже осознанность будет другая. Хотя точка отчета будет тоже ноль. Благодарю тебя за эти объяснения. Я все понял, мы это все передадим Александру. Я тогда буду отпускать гуманоиды. Правильно? Правильно. Благодарю тебя. Хорошо, гуманоид. Все понятно. Благодарю за кооперацию, за ответы на вопросы. Ты готова уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Кресло тоже ушло? Нет, только гуманоид. Правильно. Открывается внизу портал, галактическое ядро под креслом. Оно уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Александру и какая чистая вибрация максимально комфортная. До полного восстановления и корректировки. 420 и 26. И на счет 3 в макушку головы Александра начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Ощущение, что он борется со своей душой. То есть есть привычка, где он знает, как жить. А есть инструмент, которым он может работать, получить определенный переход в сознание, уровень, понимание, присутствие на Земле, уверенность в себе. И он, ну как, он не чувствует его. То есть на тонком плане он это понимает, а на физическом он знает только привычку. И энергии не чувствует. А то, что он не чувствует, он не доверяет. Замкнутый круг. Я благодарю куратора за эту информацию. Здесь мы можем только указать на ошибки, но работа предстоит ему, если он хочет действительно развиваться, находясь на Земле. Готово. Отлично. Хорошо. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Будем возвращать Александра назад. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, к каждой клеточке, к каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и перемещайся в своей комнате диагностики. Пошел, подъем. Я на месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...